Коллеги, мы продолжаем рассмотрение темы, посвященной деятельности фондов коллективного инвестирования и начинаем рассматривать, как работают негосударственные пенсионные фонды. На этом рисунке представлена схема деятельности НПФ НПФ. Первое, давайте разберемся, есть вкладчики фонда. Кто является такими вкладчиками? На сегодняшний день все крупные корпорации, я имею ввиду Газпром, РЖД, Лукойл, Норникель и так далее, имеют свои корпоративные некосударственные пенсионные фонды. Они их создали, они их учредили и эти корпорации за своих сотрудников делают отчисления вот в этот НПФ. Обратите внимание, это добровольное дело работодателя, добровольное дело компании. При этом компания не обязана платить за всех. Ну вот беседа, моя беседа с руководителем одной компании, которые делают отчисления за своих сотрудников. И когда я посмотрел на список, за кого они отчисляют, в общем-то список достаточно узкий. Там из 7 тысяч человек, работающих на данном предприятии, они отчисляют примерно за тысячу. И когда я задал вопрос, а почему, а остальные 6 тысяч, что такое? Они говорят, мы за счет этих отчислений проводим определенную кадровую политику. То есть мы делаем отчисления за наиболее квалифицированных, за наиболее ценных сотрудников. Ну вот это данное предприятие можно в определенной степени отнести к предприятиям высоких технологий. И вот как говорит генеральный директор, вот посмотрите на этого человека, ну там в списке его фамилия, вот это конструктор. Если он от меня уйдет, ну на его разработках я еще лет 5 проживу, а потом что? Поэтому у меня в контракте с этим человеком, значит на 5-летний контракт, значит есть такой пункт, что мы обязуемся за него делать отчисления в пенсионный фонд, не государственный пенсионный фонд, а он обязуется у нас 5 лет проработать. То есть вот таким образом компании еще пытаются и удержать у себя наиболее высококвалифицированных сотрудников. Я говорю, а если он через 5 лет уйдет? Если он через 5 лет уйдет на другое предприятие, эти деньги так за ним и останутся. А вот если он до 5 лет, то тогда мы эти деньги можем перераспределить между другими участниками негосударственного пенсионного фонда. Поэтому первая категория вкладчиков это сами предприятия, которые платят за своих сотрудников. А вторая категория, когда сам человек из своего заработка или из каких-то там других доходов делает добровольно отчисления в пенсионный фонд за себя, может быть там за свою жену. То есть это право каждого человека. И вот таким образом в НПФ на каждого человека, за которого платят, открывается личный пенсионный счет. И вот на этих пенсионных счетах аккумулируются определенные финансовые ресурсы. И людей, на которых открыты пенсионные счета, их называют участники фонда. И сумма средств на пенсионных счетах образует активы, активы пенсионного фонда, которые должны работать на финансовом рынке и приносить определенный инвестиционный доход. Частично сам пенсионный фонд может делать инвестиции на финансовый рынок, то есть часть активов напрямую может направлять на финансовый рынок. Это касается, если пенсионный фонд покупает облигации. Это наименее рискованный финансовый инструмент, и пенсионный фонд может делать это самостоятельно. А если пенсионный фонд хочет приобретать акции, то тогда это можно делать только через управляющую компанию. Поэтому часть активов передается в управляющую компанию, которая уже делает инвестиции на финансовом рынке. В результате получается инвестиционный доход. Значит, из этого дохода часть идет на вознаграждение управляющей компании, что вполне, конечно, обоснованно. И лучше всего вот это вознаграждение поставить именно в процентах от полученного дохода. Высокий доход и управляющая компания получает высокое вознаграждение. Часть дохода идет на содержание дирекции фонда, даже не столько дирекции, как администрации фонда, потому что надо ввести учет лицевых счетов, надо принимать вклады от предприятий. А большая часть этого дохода должна идти на индексацию вкладов, на индексацию пенсионных счетов. И обычно участники фонда каждый год получают вот такое информационное письмо. По состоянию на начало года у вас на счете такая-то сумма. В течение года мы заработали такой-то инвестиционный доход, сумма. В течение года были дополнительные взносы столько-то. И итоговая сумма на конец года. То есть участник фонда видит, как растут его вот эти вот пенсионные накопления, на которые он может рассчитывать при выходе на пенсию. Здесь, в этой таблице показана динамика роста пенсионных резервов. То есть это те суммы, которые накапливаются в негосударственных пенсионных фондах. И мы видим, что, скажем, в 2013 году сумма вот этих вот пенсионных резервов, которые находятся в негосударственных пенсионных фондах, составила 358 миллиардов рублей. Из них где-то порядка 30 миллиардов уже идут как выплаты. Величина небольшая связана с тем, что, видимо, не все участники фонда достигли пенсионного возраста. Поэтому накоплений значительно больше, чем те выплаты, которые производятся. Кстати, обратите внимание, что журнал «Консультант» провел такое исследование. И по результатам его исследования получается такая картинка, что те пенсионеры, которые сегодня получают государственную пенсию, плюс выплаты из негосударственных пенсионных фондов, у них коэффициент замещения составляет где-то порядка 40%. Это вот как раз тот коэффициент замещения, о котором мы с вами говорили, что Международная организация труда рекомендует его минимальный уровень на уровне 40%. Ну вот, государственная пенсия плюс негосударственная, где-то мы приближаемся вот к рекомендациям Международной организации труда. На сегодняшний день мы с вами можем видеть, что примерно 10% трудоспособного населения являются участниками негосударственных пенсионных фондов. И, скажем, по итогам 2013 года это около 7 миллионов человек. И из них 22,7%, то есть полтора миллиона, уже получают вот такие вот негосударственные пенсии. В этой таблице показана первая десятка крупнейших негосударственных пенсионных фондов России. Я уже говорил о том, что все крупные компании имеют свой негосударственный пенсионный фонд. И когда-то эти фонды назывались, что это фонды корпоративные. То есть вот Газфонд, крупнейший фонд, делает отчисления только за сотрудников Газпрома. Со стороны они никого в этот фонд не пускали. Сегодня все эти фонды являются открытыми. Любое предприятие может делать отчисления за своих сотрудников вот в этот Газфонд. Потому что, чтобы создать вот этот негосударственный пенсионный фонд, это есть определенные издержки для предприятия. А когда на предприятии работает там 300-400 человек, иметь свой пенсионный фонд, ну это будет просто невыгодно. То есть там издержки будут очень и очень велики. И лучше вот такому небольшому предприятию присоединиться к какому-то крупному пенсионному фонду. То же самое касается и физических лиц. Любой человек может прийти в Газфонд, на него откроют вот этот личный пенсионный счет, куда он будет делать отчисления из своей зарплаты на свою будущую пенсию. И вот у нас на рынке негосударственных пенсионных фондов два крупных игрока. Это Газфонд, это Газпромовский, с активами 300 миллиардов рублей. И благосостояние, это пенсионный фонд РЖД, с активами 185 миллиардов рублей. Вот на долю этих двух фондов приходится 64% всех активов негосударственных пенсионных фондов. И вот если взять первую десятку, то вы можете видеть, что в первой десятке сосредоточено более 70% всех активов негосударственных пенсионных фондов. Ну вот даже посмотрите, там на последние строчки, там, негосударственный пенсионный фонд Норникеля, который называется Наследие, там, с 13 миллиардами, то есть его доля на рынке 1,8%. Все остальные фонды очень и очень маленькие. И, наверное, система негосударственных пенсионных фондов, она и дальше будет развиваться. И, безусловно, за этими фондами будущее. Просто другого пути нет. Но если кто-то хочет самостоятельно инвестировать, предприятие у себя не приняло систему отчислений, добровольных отчислений в какой-нибудь фонд за своих сотрудников. Если человек решил самостоятельно накапливать на свою будущую пенсию, то я рекомендую обратить на первую десятку. И чем крупнее фонд, тем меньше вот эти издержки на содержание дирекции, на вознаграждение управляющей компании. Большая часть дохода идет на индексацию именно персональных лицевых счетов участников фонда. Когда я говорю, что у негосударственных пенсионных фондов большое будущее, я на этой табличке вам хотел показать следующее. Это отношение суммы пенсионных резервов, которыми обладают негосударственные пенсионные фонды, с размером волового внутреннего продукта. И вы можете видеть, скажем, если вы возьмете такие страны, как Австралия, где сумма резервов сопоставима с австралийским ВВП. Возьмите, скажем, Соединенные Штаты Америки, где сумма пенсионных резервов составляет 70% по отношению к американскому ВВП. И возьмите последнюю строчку, Россия, где сумма пенсионных резервов составляет 1,5% к российскому ВВП. Конечно, это ничтожно малая величина. Государство должно стимулировать создание таких негосударственных пенсионных фондов и поощрять создание таких фондов, чтобы люди и работодатели дополнительно государственной пенсии делали бы накопление на свою будущую старость, накапливая их в негосударственных пенсионных фондах. И, конечно, пенсионная система, я имею в виду, система негосударственных пенсионных фондов, она должна, она будет развиваться. И, как мы с вами видели, средства НПФ инвестируются на фондовом рынке. Но надо четко понимать, что инвестиции на фондовом рынке, конечно, содержат в себе определенные элементы риска. И вот государство, поощряя создание НПФ в то же время, должно деятельности на фондовом рынке ограничивать с тем, чтобы они не ввязывались в какие-то высокорискованные операции. Поэтому, вот, далее мы с вами поговорим, какие есть ограничения на инвестирование средств негосударственных пенсионных фондов.